Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 117. Мы продолжаем с вами изучать компонент Community Builder, социальную сеть на Joomla. В этом уроке я предлагаю вам рассмотреть возможность вывода в пункт меню ссылку на список всех зарегистрированных пользователей. То есть эта ссылка может быть скрыта от гостей, направлена только на какую-то определенную группу пользователей, но в целом, в основном, ее скрывают только от гостей. То есть все зарегистрированные пользователи, у них должна быть возможность перейти на эту ссылку, видеть весь список и также умение пользоваться поиском. Внутри будет также поиск по этим пользователям, чтобы, например, он, может быть, нашел какого-то своего знакомого или какого-то человека по интересам. Давайте попробуем реализовать начало данной страницы. Переходим в админку нашего сайта, заходим в Community Builder. Мы это еще не рассматривали с вами. Это кнопка «Менеджер списков». Вот она у нас здесь находится. Здесь видно у нас все по нулям. Ноль публикованных списков и ноль списков. Кликаем по этой кнопке. Здесь у нас пока ничего нет. Нажимаем «Создать». Заголовок. Я напишу «Пользователи». Здесь в описании можно написать «Все зарегистрированные пользователи». Смотрим в правую часть. Уровень доступа «Publish». Здесь в подсказке написано «Уровень доступа к просмотру этого списка пользователей». Только пользователи, принадлежащие группе пользователей с данным уровнем, доступны, смогут просматривать этот список. Ну, то есть, пускай все пользователи могут смотреть. А вот это у нас тема. Ну, у нас практически все пользователи будут зарегистрированы. То есть мы здесь ничего не меняем, у нас стоит зарегистрированное. Мы переходим на следующую вкладку колонки. Пока мы пропускаем упорядочить фильтр, пока мы это не трогаем. И в начале, конечно, вам может показаться, что здесь все сложно. Но на самом деле, когда вы поймете, как здесь все устроено, уже это не будет сложно. Сейчас я пока сделаю первоначальные настройки. Там на самом деле много чего можно вывести и очень гибко это сделать. Здесь мы можем выводить колонки с информацией. То есть какая будет информация в той или иной колонке, мы выбираем из готовых списков. То есть по сути ничего сложного нет. Выбирая размер колонки и так далее. И неограниченное количество можно добавить ряды и добавить секции. Я так их называю, то есть нижняя кнопка добавляет целую вот такую секцию. Пока просто повторяйте за мной. После этого урока вы уже сможете поиграться, поэкспериментировать и возможно как-то измените этот список под себя. Заголовок я здесь все удаляю и пишу участники. Дальше выбор поля. Здесь я выбираю аватар. То есть это значит будет показываться в этой колонке аватарка. Здесь я выбираю одна строчка с заголовком. Далее в этой колонке я хочу вывести еще информацию. Я нажимаю на кнопку добавить ряд. Появляется у нас еще одно поле. Здесь я выбираю формат name и выбираю здесь одна строчка без заголовка. Далее я кликаю вот на эту зеленую кнопку, которая у нас находится справа. У нас вы видите появляется еще один целый ряд. То есть по сути это другая колонка. Заголовок я пишу. Дата. Здесь я хочу вывести онлайн статус. То есть статус нахождения на сайте. Для него я выбираю одна строчка с заголовком. Ниже я выбираю регистры дата. То есть когда зарегистрирован был этот человек, чтобы отображалась информация. Здесь также одна строчка с заголовком. Я нажимаю еще добавить ряд. Здесь у нас будет вводиться три пункта в колонке. Здесь я выбираю last update. То есть последнее обновление. Какие были. Одна строчка с заголовком. И нажимаю опять на эту кнопку. Добавляю еще одну колонку. В данной колонке будет у нас два поля. Поэтому одну я вот эту нижнюю третью удаляю. Нажимая на кнопку с минусом. Здесь я выбираю hit. То есть это просмотры. Грубо говоря. Здесь я выбираю одна строчка с заголовком. Здесь я выбираю connections. И также одна строчка с заголовком. Название колонки. И можно назвать ее статистика. Напишу статистика. Для начала этого будет достаточно. В последующих уроках мы будем углубляться вот именно в эту тему. И развивать вот эти вот ссылки пользователей и так далее. Здесь нам осталось уточнить колонки. Здесь вы конечно можете навести мышь и прочитать что здесь написано. Если вы не понимаете что это такое. То просто повторяйте за мной. То есть нормально будет смотреться если я выберу 4. Размер 4. Двигаемся дальше. Здесь тоже мы ставим размер 4. И в этой колонке размер 4. То есть одинаковый размер колонки. Дальше переходим в параметры. Здесь в принципе вы можете почитать, ознакомиться. Я также оставляю здесь настройки по умолчанию. Здесь. То есть вы просто решаете что показывать. Каких пользователей показывать заблокированных. Пускай тоже их видно будет. Я пока не знаю как это будет смотреться. Но там скорее всего будет написано пользователи заблокированы. Ну вот тут показывать не принятых. В общем это я не включаю. Вот здесь вот постраничная разбивка. Смотрите когда у вас будет например уже там 50 пользователей. 30 пользователей будут отображаться на одной странице. А потом будет такая постраничная навигация внизу. То есть чтобы страница слишком долго не грузилась. Если у вас там будет 500 человек. И здесь будет стоять цифра 500. То представьте все пользователи будут на одной странице. И страница будет долго загружаться. То есть после 31 человек зарегистрироваться. Он будет перенесен как бы на вторую страницу. Показывать нумерацию страниц конечно ставим да. Вот как раз таки для этих целей. Ссылки. Ну здесь также оставляем все по умолчанию. Нажимаем сохранить закрыть. Теперь у нас здесь появился первый список. Пользователи. Теперь нам нужно это вывести во фронтенд. То есть сейчас мы здесь ничего не увидим. Или же вы создаете новое меню. То есть в новом расположении на вашем шаблоне. Под нужды. Под именно ссылки пользователей. Потому что там будут другие потом ссылки. В дальнейшем мы будем проходить. Будем добавлять. Но я выведу в том же модуле. Майн меню. Перехожу меню. Майн меню. Нажимаем создать. Сейчас будем выводить список пользователей на фронтальную часть сайта. Здесь можно писать участники или пользователи вашего сайта. Тип пункта меню выбираем. Здесь мы выбираем системные ссылки. Псевдоним пункта меню. Страница обновляется. И у нас появился пункт меню. Здесь мы выбираем. SV User List. Как раз таки SV это Community Builder. И список пользователей Community Builder получается. Нажимаем сохранить закрыть. Идем на сайт. Обновляем страницу. У нас в майн меню в модуле появилась ссылка участники. Кликаем на нее. И всех пользователей, которые мы с вами загрузили, вы теперь можете видеть здесь. То есть что получается? У нас вывелось 4 пользователя. Загрузил кстати аватарку я другую. Пользователю. А у нас не показывается. У нас всего их 6. То есть администратор вы не показываете. Списки не показываются. Модератор. Остальные пользователи все выводятся. Сейчас я не авторизован на сайте. Я вижу этот список пользователей. Я могу к любому зайти. И давайте немножко посмотрим эти вот поля. Если вы не совсем их понимаете. Смотрите. Сейчас я выйду отсюда. Перейду в менеджер списков. Зайду в наш только что созданный список. Зайду в колонки. Вот смотрите. Про размеры. Если я выберу у колонки участники. Размер 3. То есть смотрите. Вот у нас участники. И вот в эту колонку входит аватар и имя пользователя. Как раз таки вот тут два параметра. Вот он аватар. И вот он фронтнейм. Давайте здесь сохранимся. Размер мы изменили. Сейчас обращаем внимание сюда. После обновления страницы. Вы видите. Колонка уменьшилась. Дав больше пространства. Вот этим двух колонкам. Дата и статистика. Кстати возможно. Вот этой колонке средней. Здесь вот к этой информации. Возможно заголовок не совсем подходит. Тут уже сможете как-то назвать его сами. То есть. Вот размер вы уже понимаете. Как это работает. У каждой колонки размер меняется. Я выставляю 4. Также оставляю. Потом. Что значит одна строчка с заголовком. Смотрите. Можно например. Статистика. Просмотры. И число просмотров. Оно сейчас находится на одной линии. Можно сделать в две строчки. Например. То есть. Внизу статистика. Находим. Вот у нас hits. И мы вот здесь выбираем две строчки с заголовком. Сохранить. Обновляемся. И у нас получается. Видите. Переносится число просмотров профиля на вторую строчку. Так. Я это возвращаю на место. Потом. Смотрите. Например. Хотите поменять местами. Вот. Статус нахождения на сайте. Поместить ниже. Это у нас колонка. Дата. И. У нас онлайн. Статус. Мы можем вот за эту иконочку потянуть. Куда нам это нужно. В самый низ. Например. И сохраниться. Обновляемся. И у нас статус нахождения на сайте. Переносится вниз. Соответственно. Видите. Написано. Не на сайте. Значит. Этого человека нет на сайте. Если этот человек будет на сайте в данный момент, когда вы пользуетесь, то есть перешли на эту страницу, конечно здесь будет гореть зеленый значок и будет статус написан зелеными буквами на сайте. Это пока простой вывод список пользователей. Для начала этого достаточно. Дальше мы сюда добавим поле для поиска пользователей. То есть прямо на этой странице по критериям, чтобы мы могли искать пользователей. И у нас уже будет очень похоже на какую-то небольшую социальную сеть. Если вы хотите, чтобы эта страница была недоступна неавторизованным пользователям, вы можете перейти в конфигурацию, перейти в профиль, уровень доступа к просмотру профилей. Вот здесь выбрать зарегистрированный. И сохраниться. Сейчас я нажму Home. Сейчас я неавторизован. Нажимаю участники. То есть список пользователей мы будем видеть. Но в профиль перейти мы не сможем. Вы неавторизованы для просмотра этой страницы. Ну конечно же, если вы хотите скрыть уже сам список весь целиком, то это можно скрыть пункты меню, например. Я надеюсь, вы знаете, как это уже делается. Но я быстренько вам покажу. Переходим в My Menu. Непосредственно переходим в участники. То есть вот именно в эту ссылку. И вот здесь вот доступ мы меняем регистр. Сохранить. Переходим на главное. И мы видим, что у нас ссылка участники исчезает. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезен. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok